Русский человек Благодарю тебя, русский человек, за этот комментарий. Лестно, конечно, что ты оцениваешь мои интеллектуальные способности так высоко, но я их так не оцениваю, честно говоря. Я думаю, что найдутся гораздо умнее меня люди, которые, как ты говоришь, действительно смогут закопать этот топор войны и жить, будучи добрыми соседями. Я очень на это надеюсь. Анастасия, тогда ответь прямо, что будет по шариату Закон Гео-Ничкерии. В шариате нет такого понятия из вот этих трех букв, которые ты говоришь. Такого нет. Мне интересна позиция Иганнушкиной. Вот она и другие правозащитники плачут о том, что в Чечне убивают ЛГБТ-сообщество. Но они защищают тебя, человека, который хочет установить государство, где будут пытать и убивать прилюдно или тайно лиц нетрадиционной ориентации. Зачем нам, жителям Европы или России, менять шило на... Смотри. Во-первых, я не человек, который хочет установить государство, где будут пытать и убивать. Ты лжешь на меня, если ты умышленно это говоришь. Если же ты не умышленно говоришь, то ты говоришь неправду. А я не сторонник. Я как раз-таки противник того, чтобы были пытки и какие-то внесудебные казни, убийства и так далее. Я сторонник шариатского государства. Каковым является мое государство, оккупированное сегодня Россией. А вот самое интересное, это твое заявление, зачем вам, жителям Европы или России, менять шило-мыло. Да при чем здесь вы? Вы живите так, как вы хотите. Вы что собираетесь менять? Вы живите так, как вы хотите. А нам дайте жить так, как мы хотим. Вы-то куда лезете, я не пойму. Мы не лезем к вам. Мы не говорим вам, как вам жить. Живите так, как вы хотите. Но и не указывайте нам, как нам жить. Нам нужна свобода сегодня именно для того, чтобы жить так, как хотим мы. Понимаешь? Для этого она нам нужна. А не для того, чтобы заставить вас жить так, как мы хотим. Нам абсолютно неинтересно, как вы живете. И более того, мы наоборот даже согласны с тем, чтобы вы жили вот как вы хотите. Пожалуйста. Главное, не трогайте нас. Дайте нам жить так, как мы хотим. Не возбуди, пожалуйста, на меня ложь, пытаясь выставить меня каким-то сторонником чего-то, каких-то несудебных казней, какого-то неправового государства, какой-то диктатуры и прочее. Наоборот, вся моя деятельность направлена на то, чтобы избежать этого. Я противник. Я противник диктатуры в любом ее обличии. Будь она обличии шариата, демократии, социализма и чего бы то ни было. Диктатура – это зло. Я противник этого. Не нужно меня пытаться выставить таковым. Ты говоришь, это мне, гражданки Польши. Не забывай, за чьи харчи ты и твои дети проживают. Что по вашей Ичкерии ожидает листья инвестиционной ориентации. Так мы проживаем в Польше не потому, что мы хотим изменить государственный строй Польши. Мы проживаем в Польше не потому, что мы вдруг, сидя у себя в Чечне, решили, что Польша – неплохое государство, не переехать бы нам туда. Мы сегодня, я и моя семья, проживаем в Польше, потому что Польша в свое время сказала нам, уважаемый Тумсо и его семья, вы преследуетесь на своей родине. Наша страна – это то место, где вы найдете убежище. И ты наверняка спросишь, когда это такое, сказала Польша. Я тебе скажу, тогда, когда она подписала и ратифицировала конвенцию по беженцам ООН от 1951 года, вот тогда Польша сказала. И если бы Польша этого не сделала, я бы никогда не приехал в Польшу и не попросил бы здесь убежища. Поэтому это не я в этом виноват. Если ты недовольна тем, что я сегодня нахожусь в Польше и, как ты говоришь, на ваших харчах здесь живу, то это вопрос к вашему государству. Значит, вам надо выходить из вот этого соглашения по беженцам, сказать, что вы отказываетесь принимать беженцев, вы не являетесь тем государством, в котором беженцы, и преследуемые в этом мире люди могут иметь убежище. И все. После этого никто больше не будет ехать в Польшу. А возвращаясь к теме, опять-таки я говорю, я из-за того, что, значит, Польша объявила себя правовым государством, тем государством, которое готово предоставить убежище преследуемым людям, я приехал именно в это государство и попросил здесь убежище. И не для того, чтобы менять строй Польши или мироощущения поляков, не для этого. Абсолютно. Наоборот, приехав, въехав в эту страну, я подписал, так скажем, договор с Польшей, что я не буду здесь нарушать законы Польши, что я буду примерно себя, так скажем, вести, и у Польши не будет никаких проблем там из-за того, что я совершу какие-то преступления. И я следую этому договору. Но поляки и другие люди в этом мире должны точно так же понимать, что как и вы имеете право на то, чтобы в своем государстве жить так, как вы хотите, так же и мы имеем право на то, чтобы в своем государстве жить так, как мы хотим. И вы не должны лишать нас этого права и навязывать нам свой какой-то строй. Так, Томсо, как раз Ганнушкина и ради хайпа таскала Джалалдинова и устроила ему проблемы в результате, которые он имел. Ты знаешь, Ганнушкина находится сейчас на таком уровне своего и положения в обществе. И вообще возраст у нее такой, когда само слово «хайп» ей уже неинтересно. Вот все, что Ганнушкина могла достичь в вопросах хайпа в этой своей жизни, она уже давно достигла. Она является кавалером почетного легиона, или как, ну, высшая награда Франции принадлежит Ганнушкиной. Она может в любой момент просто приехать во Францию и все жить вот припеваючи, ни в чем не нуждаться. У нее нет проблем никаких с хайпом. Это как раз тот человек, которого вот никак нельзя в этом обвинить. У нее уже возраст не тот, она далеко преклонного возраста человек. Ей неинтересно возиться с Джалалдиновым ради хайпа, как ты говоришь. Вот абсолютно ей это не нужно. Джалалдинов – это человек, который, к сожалению, не... Ну, мне сложно его как-то осуждать, да, но это человек, который взял одну позицию, и на ней, к сожалению, не смог пройти до конца. И он там несколько раз менял. То он одно говорил, то он потом извинялся, то он обратно начинал. И вот Ганнушкина и другие правозащитники – это люди, которые, когда ему нужна была помощь, они ему помогали. По-моему, до сих пор она ему нужна, и они ему помогают, наверное. Я не знаю, честно говоря, он уже давно ушел из сводок. Не комментирую. Абу Омар Исфаринский. «Саламу алейкум, Тумсо! Хорошего эфира, брат! Дай Аллах, чтобы этот эфир прошел на приятной волне, и чтобы эта платформа стала милостью для нас и тех, кто ищет истину и справедливость». Сказал Аллах в Ураине, сура 17, аят 81. «Скажи, явилась истина и сгинула ложь, во истину ложь обречена на погибель». «Алейкум ас-саламу, раамату лау баракату, Абу Омар Исфаринский, баракаллаху, фиг тебе, за твою дуа, за твои пожелания и за твой комментарий, и за твой донат». «Тумс топ», «топ», написал. «Я благодаря физике в институт на бюджет поступил. Русский и математику сдал средний, а физика вытянула меня в лидеры». Ну, это хорошо. «Аноним, ты наш, русский чеченец. Я теперь вообще не боюсь русско-чеченской розни. Ты несешь правду и справедливость в массы». «Муахид, ас-саламу алейкум, раамату лау». «Расскажи, каков твой политический прогноз на ближайшие 50 лет или как хотелось бы, чтобы все сложилось в Чечне и России?» «Алейкум ас-саламу, раамату лау баракату». «Муахид, политических прогнозов я не делаю. Я не считаю себя достаточно подкованным в этой теме, чтобы делать прогнозы. Я все-таки не политолог. Этим должны заниматься другие люди. А вот свое желание, я бы хотел, чтобы мы вернулись к договору с Россией, чтобы мы вернулись к договору от 1997 года, чтобы Россия ушла с нашей территории вместе со всеми своими военными базами. И мы начали бы процесс по налаживанию наших отношений между государствами и наладили их до такой степени, чтобы у нас были вот такие добрососедские отношения, чтобы мы свободно передвигались, граждане Ичкерии свободно ездили в Россию, граждане России свободно ездили в Ичкерию, чтобы не было ни у кого никаких опасений, что что-то там, несправедливость какая-то с нами произойдет. Чтобы мы в полном объеме вот это слово, да, добрососедские, чтобы вот такие вот отношения мы имели. Я бы так хотел, чтобы никакой войны и больше.